...тех заповедей и законов, которые мы читаем с вами в Сенате Нагоборья. И мы пробуем с вами определить, как эти законы, или какие принципы мы можем извлечь из этих законов, для того, чтобы мы могли их практиковать в рамках Бритка Даша Нового Завета. Мы говорили о разных, и мы закончили с вами о запрете на колдовство. Да? Исход, 22 глава, 18 стиль. Ворожей не оставляй живых. Вот так вот. Сейчас, по-моему, это уже даже профессия, да, у нас? Да, и везде. Есть лицензия на ворожбу и так далее, и так далее. А на пастырство, кстати, лицензии нет. Профессия пастырь, как таковая, она приезда в профессии не профессия. И вы сейчас тоже не платите. Или да, или, ну, то есть, это категория, которая вот так. А что за все деньги платится? Безусловно, безусловно. Ну, я думаю, что, как бы, и духовный принцип, да, определенный есть. Следующее место, 20 стиль. И именно между этими законами находится закон о скотоложестве, 19 стиль. Всякий скотоложник, да, будет при этом смятен. Потому что это наиболее и извращенная форма надругательства над святостью сексуальных отношений. И в Древнем Израиле мы понимаем, что ситуация была достаточно непростая. Почему? Потому что вокруг жило греко-римское окружение. И раввинистическая колоха даже запрещала евреям продавать язычникам вскот, овец и гост, так как греки практиковали половые отношения с этими животными. Извините за подробности, но вот таково оно было. Мы видим, что эти люди предавались смерти, как за вашу, так же за приношение жертву имен богам, кроме бога. Выборку богам, кроме бога. Ряд очень важных законов осуществлял защиту социально слабых слоев населения. Кто это были? Прокожаные, перенитивы, довы, сиры. Прокожаные тоже, да? Довы, сиры, иностранцы. Ихожане, так называют. Пришельцы. Обычно люди не любят иностранцев. Само название можно, ну да, смотря какие. В Советском Союзе всем было интересно на них посмотреть. Но в то время иностранец это могло означать опасность. Да, ну и сейчас как бы есть пристальное внимание на иностранных людей. И само название, само строение слова, да, немного странные. Можно так вот сказать. Иностранные, это странные, да, но можно сказать немножко странные. То есть они другие, они нам непонятные. И вы знаете, что один из таких моментов, связанный с расизмом, это вопрос того, что мы просто их не понимаем. А когда я не понимаю, то я не знаю, что ожидает от этого человека. Опасность или не опасность. Да, поэтому есть неприязнь. Например, мы понимаем, что, взять цыганский народ, очень много есть хороших людей, хороших. Но мы очень традиционно не понимаем, да. И у нас есть определенный стереотип на том, что все цыгане должны быть ворами и так далее. И там продавать наркотики, обманывать и так далее. Ну а что, не бывает верующих цыган? Бывает, да. Но для нас это может быть пунктиком. О том, что как это? Точно так же у мира есть определенное отношение к еврейскому народу. О том, что у них все банки, они, короче говоря, запутились в мирный заговор. То есть не любят, потому что они вот такие коварные. Просто можно подумать, что знаете, что бедных евреев любят. Только богатых не люблю, а бедных любят. Неважно. Мы понимаем, что нелюбов к народу как к таковому передается. Итак, в то же время мы должны понимать, что иностранец подобен ребенку. Его легко обмануть. Он плохо ориентируется. И вы знаете всякие истории, когда наши антиситы веселятся с иностранцами. В том смысле, что он обманывает их и так далее и тому подобное. Почему? Потому что вот он верит и все. А мы уже давно не верим. Потому что мы знаем, как это работает. Тем не менее, 21-24 стих. «Пришайца не притесняй и не угнетай его. Ибо вы сами были пришайцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сверты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то, когда они возобьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваших домов, и дети ваши сиротами». На секундочку. Да? Достаточно спрогое предупреждение. Левит, 19-я глава, 33-34 стих. Левит, 19-33-34. «Когда поселится пришайц в земле вашей, не притесняйте его. Пришайц, поселившийся у вас, добудет для вас то же, что тузелец ваш. Люби его, как себя. Ибо и вы были пришайцами в земле египетской. Я, Господь, Бог ваш». Смотрите, и в том, и в том, есть четкое такое вот слово именно от Бога. Да? В первом, он говорит, что «Я услышу их». То есть не говорится о том, что судьи земли, той, в которой вы находитесь, услышат об этом и наложат на вас штраф. И распределят всех бомжей к вам по домам. Нет такого, да? Он говорит, что «Я Бог». Бог сам говорит, «Я услышу». Во втором месте Писания мы видим в конце, оно заканчивается такой конкретной фразой. «Я Господь, Бог ваш». То есть Бог, можно сказать, подписывается настоятельно в этих словах. Мы знаем, что это достаточно сложный закон. И в современном Израиле не сильно дают решать, возможно, да? которые, ну, я имею в виду такие ортодоксальные, может быть, районы и так далее. Мы видим во всем этом очень простую заповедь. Люби ближнего, как самого себя. Потому что здесь конкретно сказано, да? Люби его, как себя. Какая-то пришелец. Какой пришелец? Иностранец. Иностранец. Потому что там же здесь надо, что, если пришел к тебе пришелец, то я должен его завести в дом, покормить. Но это касается евреев, пришелецов. Но я понимаю, что речь идет о людях, которые переселились с другого народа. В частности, мы можем говорить, например, Руд Моавитянка. Была пришелеца. Да. Она была не израильтянка. Ее северова была израильтянка. Но из-за отождествления северским народом, вы видите, да, что она смогла даже стать бабушкой, получается, Давида, да? Как бабушкой. Итак. То есть не просто пришелец, а который хочет... Который разделяет с тобой то, что ты делаешь. Твой образ жизни. Который просто там проходил. Да. То есть этот пришелец, когда приходил в израиль, должен был не погоняться и жить по законам. Ну, смотри, если тебе запрещено общаться с человеком, который поклоняется идолам, можешь язычникам, да, можешь ли ты принять его в свой дом? Нет. Нет, потому что он будет делать тебя нечистым. Правильно? Как бы его образ жизни, он, извиняюсь, приведет завтра барана, какого-то и скажет, можно я с ним поживу? Да, я счастлив. Да, если для тебя это принципиальный вопрос. Да. Но если человек говорит, да, я согласен на том, что он будет. То есть есть определенное познание. Например, мы должны знать, что есть такое понятие, как герцедык. Отдельная тема. Человек вот наподобие руд. Человек, который принадлежит неизраильскому народу, но готов разделить судьбу. Например, одним из таких герцедиков можно назвать Корнилием, который был в Новом Завете. Что было? Он был римином. Да? Он при этом всем молился Богу живому. И Бог его слышал. И более того, Бог отвечал на его молитву. Видите, да? То есть, этот человек правильный. Вы помните, в Евангелии Никита, на этом месте, упоминается история у сотники, за которого ходатайствовали даже, да. Говорили, он человек хороший. Он построил нам синагогу. То есть, кто пришли? Пришли руководители этой синагоги. Люди влиятельные. И они говорят, несмотря на то, что он является язычником, это не простой язычник, это человек, который разделяет с нами наше наследие. Человек, который отождествлен с нами. И они признавали это отождествлением. Понимаете? Да? Я думаю, что речь идет о таких людях. Итак, просто написано. Любим иностранца, да, как самого себя. Смотрите, как интересно. И на скидку, если спросить христиан, среднестатического христианина, о том, что есть ли заповедь любить другого, как самого себя, в Моисеевом законе. Скорее всего, скажут, что нет. Да? Вот вы бы, если бы не знали этого местописания, что бы вы сказали? Казалось бы, что есть. Где? Я бы спросил, где? Там, где написано, сказано, развеюч, когда враг твой даже в усоле упадет, то подними его развеючу. Ну, это отношение ко славу. К имуществу чужого. Я понимаю, но как бы конкретно, прямо. То есть из-за этого мы можем делать вывод из того, что ты говоришь. Правильно? Что надо относиться к ума, например, к живой ким. Какой вариант? Ну, а так вы, видимо, уберите родительные. Не убей, не укради, а вот. Да нельзя тебя любить. Просто не убить. Можно не убить. Можно не убить. Можно не убить. Ну, а ты точно относиться хорошо. Ага. Не делай ничего плохого, ну, ну, не делай ничего другому, что ты не знаешь, что тебе сделали. Да, это же новый завет. Новый завет. Вот мы сейчас принимаем своих поверий, да, допустим, себе гости приезжают к нам. Другие номинации встречают своих поверий, да? Паптицы, паптицы встречают, принимают илозрансы, да? А гости приезжают в другие страны, если мы принимаем от своих. В других номинациях своих принимаем поверий. Если, например, мы можем принимать других к нам на какую-то конференцию нашими на другие, детерминации, христиане, да, то есть они рождённые свыше людей, конечно, можем. Ну, это, считается, вы понимаете? Это запад и гостеприимство, друзья, это хорошо принимать такие люди, если у вас есть такая возможность, да, но если нет возможности, то, конечно, нет возможности. То есть можешь исполнить, завтра исполнить. Итак, хорошо, идём дальше. Принцип нам понятен, да? Мы смотрим 25-й и 27-й. Если дашь деньги взаимодведному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него ростом. Если возьмёшь в залог одежду ближнего твоего, то заказберение солнца возврати её, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чём будет он спать? Итак, когда он возобьёт ко мне, я услышу, ибо я милосерден. Здесь говорится не о суде, которую берут, чтобы получить доход. В таком случае ты можешь не давать деньги от процентов, поскольку ты становишься соучастником его дохода. Ты становишься его компаньоном, вот так вот по-простому говоря. То есть тебе приходит человек и говорит, одолжи мне 5 тысяч, например, да? Я доложу ещё своих 5, поеду в Германию, пригоню машину, мы её растаможим, продадим за 15. Я тебе отдаю твоих 5, плюс ещё 2. Бизнес-подход. Да? То есть ты становишься компаньоном. Но также здесь говорится о деньгах, которые даны бедному, чтобы поддержать его. То есть человек, который не собирается эти деньги употреблять в какой-то бизнес-приприятие, но до того, чтобы как бы выжить, ну вот говоря, пока он не сможет заработать и вернуть тебе долг. Так же мы видим, что нельзя брать за лоб то, что он может быть последним. Вот мы решили. Одинка, если ты её забрал, то это только до какого-то там, до захождения солнца. Очень простой принцип. Я думаю, что в принципе мы можем и пользоваться так же с точки зрения Нового Завета. Следующее, 22-28, судей не от злослой и начальника в народе твоём не поносим. Интересно, что слово в начальник переведено здесь в слово элухим, которое одновременно означает и Бога, и старейший начальник и лидера врачей. Элухим. То есть можно перевести не злослов в Бога, когда ты злословишь в своих начальниках. Вот такой вот стандарт. Достаточно высокий, да? 29-31. Не медведь приносить в дне начальники одному на твоего и от дочила твоего, а давай мне перец и сынок твоим. То же делай с волоками и с обзорами твои семь дней, пусть они будут при матери своей, а восьмой день отдавай мне. И будете у меня людьми серфеины и мясо, растерзвано зверем, в поле не ешьте сам, бросайте его. И это связывает честность приношения Богу того, что мы имеем. То есть делай это быстро, отдавай и ты дай. Вы не устали от этих перечней? Нормально все, да? Или вы просто чаем напились и такивились? Уточки не инсталируются у вас. Процесс идет. Процесс разогружен. Хорошо, смотрим следующую главу, 23-й форум. С первого стиха. Не обнимай пустому слуху. Не отдавай руки по имени честивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. И шестой стих. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Мы знаем, что в современных судах решение принимается большинством присяжных. То есть суд, мы можем, мы там, давайте проголосуем, кто прав, а кто не прав. Да? Вот, например, мы решили там, что вот, рассудить какое-то дело. Я спрашиваю там, кто считает, что вот этот человек, ну, там, 8 человек поднял, а кто, что он не виноват, там, 2 человека поднял. Если мы знаем, что, ну, как бы, божий взгляд на эту сторону, то нужно, конечно же, поддерживать, даже если это 2 человека. Понимаете, да? Даже если большинство идет на баррикады и сам ответственный за то, что ты делаешь. Даже если большинство поддержали уже мессию, например, весь мир, если ты понимаешь, что это не так, это не соответствует писанию, ты сам ответственный за свои действия. И здесь нельзя говорить, такое было время. Потому что времена, мы видим, в Библии были разные, и в первую очередь проходили самые различные испытания. И самые разные нечестивые суды и совершались, но это не значит, что ты должен поддерживать большинство. Бог спросит лично тебя. И очень интересный момент, что закон защищает не только бедного, но и богатого человека. Если вдруг в судье станет жалко этого бедного парня, или по другим причинам, он будет неправильно судить в пользу бедного. Ну, иногда такое бывает. Да вы же простите его, ну что ж, он же такой там, можно же понять, он же голодненький, поэтому давайте там не будем, там его ругать, там, ну, да, 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 да. Вот это определенное, гуманистическое такой подход, да? Подпускывать, это попускать, выходить на встречу, это делать какие-то вещи, которые, типа, смотрите, иными словами, не поддавайся на манипуляции. И я вам скажу, что для нас это важный момент, особенно если вы находитесь в каком-то служении, связанном, например, с распределением каких-то материальных вещей, например, гражданин-гуманитарной помощи. Да. У многих есть такое понимание о том, что, например, человек состоятельный, он не нуждается в гуманитарной помощи. Ну, вот, грубо говоря, знаете, там пришло благословение, например, у нас есть там 50 ящиков пряников. Да. И мы говорим о том, что это благословение для всех. Для всех это означает для всех. Правильно? Но мы говорим, вот если вот этот богатый человек, я думаю, что он и сам себе эти пряники купит. Поэтому, когда он, допустим, вдруг приходит, мы говорим, ты что пришел? Что не можешь сам себе купить? Ты такой весь из себя, посмотри, у тебя телефон стоит, как все эти пряники природа сложены. А я тебе пришел за пряниками. Да. А приходит какой-то бедный и говорит, ну, дайте еще мне, еще там, моей тещке и племяннице моей, которая непонятно верующая, она неверующая, откуда она взялась, да? И еще, пожалуйста, там, вот тому-то, там, тому-то, там, тому-то, там, набирает целую кучу. И в конечном итоге, уходя, говорит, нет у вас любви, потому что ты езжал. Это реальный случай, который я видел неоднократно при распределении гуманитарной помощи. Неоднократно. Понимаете? И здесь есть конкретный закон, заповедь, да? Не потворствуй. Не потворствуй. И если потом такой человек, он прибегает, начинает жаловаться, да, что его обделили, то мы ответственны за то, чтобы дать правильный суд. Тебя ничем не обделили. Что тому обещали, что тому, извини меня, все поступлено, перед Господом, чисто. и здесь, ну, я думаю, что это шикарный такой закон, слава Богу за него. Иными словами, ни бедному человеку, ни богатому не давай предпочтения. У нас есть ответственность насчет нищих, да? Ну, в общем, здесь у нас, может быть, если Бог позволит, будет этот фронт, конкретно посвященный деньгам, И желанию, чем-то расстаться. Но принцип заключается в следующем. Мы ответственны в том, чтобы исследовать нужду человека. Я вам скажу, это золотые слова. Это золотые слова. Потому что иногда человек может выглядеть хорошо, но быть очень бедным. Иногда человек может выглядеть бедным, но быть все нормально. И я видел такие вещи неоднократно. Понимаете? Когда я смотрел, например, ну, помню, когда жил за ним братом, когда учился, смотрю, но нет у него одежды. Ну, вообще, как-то ходит в одно и то же. Залез в свой шкаф и выгреб там, ну, вообще-то, половину, наверное, натуральную, приносил он. И я смотрю, что он не носит ее. Вообще не носит. Я говорю, а что ты не носишь? Он говорит, «Да они как бы, я знаю, у них есть. Просто мне нравятся вот эти штаны, я в них не хожу. У меня есть новое». Он мне показывает там, оказывается, что у него все нормально. И те вещи, которые могли бы ему послужить, вообще, у них не нуждается. Я смотрю, он огород не копает. так думаю, что... Жалко. Жалко, потому что я знаю, что есть другие, которые могут. Да. С другой стороны, бывает такое, например, смотрите, когда кто-то приходит к человеку в гости и, например, представьте, к вам пришли и подарили вам айфон, например, там, дорогущий телефон, который стоит тысячу долларов. Там. И вы, ну, вроде одеты нормально, но когда вы приходите в какое-то общество и звонит ваш телефон, люди обращают на него внимание, да, и говорят, ничего себе. Если он может позволить себе айфон, то, соответственно, он человек небедный. Понимаете, да? Я не могу себе его позволить, мне его подарили. То же самое касается, например, там, что и каких-то украшений, может быть, касается каких-то каких-то вещей, там, подарили машину человеку, да, или там, вы понимаете, да? То есть, если у человека, например, хороший компьютер, он его не может себе позволить. И ваша ответственность перед тем, как давать помощь такому человеку, исследовать его нужду. Это один момент. Следующее. описание учит нас, что мы должны оказывать помощь тем, кто находится в два взаимоотношениях с нами через, ну, скажем так, своим поверьем. Да, в первую очередь. Потому что Тора говорит, что если придет к тебе брат, да, и попросит помощь, то есть, это подразумевается, что не придет к тебе, кто попал. Этот человек, он разделяет с тобой твои ценности, твое видение. Он такой же верующий, как и ты. То есть, в Израиле это мог прийти к тебе просить помощь в принципе только евреи. И иногда мы можем откупиться от человека, но это не решит его вопрос. Поэтому нам нужно исследовать ситуацию, потому что возможно мы можем помочь с обедом. Есть люди, которые не умеют распоряжаться своими финансами. И он вот так вот там что-то делает и все пропадает. Писание говорит, что урожай бывает и на поле бедного, но из-за недостатка распорядительности, это я своими словами говорю, он гибнет. То есть, иногда не хватает ума просто правильно распорядиться деньгами, и сколько бы ты ему не дал, полник потратить на какую-то глупость. И такие случаи тоже бывают. Когда я помню, общался с одной сестрой, она говорит, ой, так тяжело жить, я уже три дня ничего не ела. Вообще так вот я живу с дочкой и там с ее мужем, они так меня притесняют и там и да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ладно, дают денег и тем она говорит, я пришла купила пиццу и начала угощать, и как я начале смотри, они общаются она посчитала что вот так то что она мне рассказала на самом деле когда вы находитесь в состоянии решать какие-то дела как здесь написано да что ты находишься как судья человек который властен решить я всегда есть ответственность перед богом и следовать делам поэтому когда я вижу нищих на улице я понимаю что у меня нет возможности исследовать их дело реально там я не могу проверить ничего он или нет я знаю много историй когда действительно он не ищет все нормально я вспоминаю у тех людей в общении которые нуждаются если я задаю простой вопрос дать этому человеку или например дать степане себе понимаете да я ей помог или нет лучше я положу эти деньги в сдоху я буду уверен что они потом пойдут человеку который действительно в поднице которому купят лекарства например которые там которого посетят или все это будет если я не знаю как ими распорядиться грамотно если я считаю что я может не компетентен я доверю людям которые разбираются пускай не решат нищие это очень огромный бизнес всегда нищинство это огромный бизнес есть цена вы же понимаете да вот эти подростки и эти которые большие приходят кажется нет у вас сердца но на самом деле не подворствуй нищему не подворствуй при всем том имей открытое сердце жертва будь открыт любви людей можно сказать агена не написано что вот только вот ну может быть нищий там и не с народа и так далее и так далее для себя я вижу это таким образом из писания понимаете нигде не написано в писании возьми деньги и пойди раздай язычников ну нету такого да то есть если речь идет о нищих то в писании то это нищий из народа твоего и была продумана целая система как помогать таким людям не говоря о том что был предусмотрен такое понятие что происходило все долги прощались то есть бог он сам систему заложил заботу о слабых слоях населения даже тот же принцип восстановление семьи брата до родства что в основании дворство чтобы удел не достался другому человеку восстанови прогнись тебе может быть это его жена вообще не нужно ты ее не любишь но будем реально и не любишь ее любит твой брат но он умеет это и тебя эти чувства долго заботиться о ней и так далее и так далее и так далее нравится не всегда даже большую часть скорее всего что нет но у тебя есть обязанность поэтому решайте по удержанию вашего сердца давать нищими или не давать я всегда три раза думать почему-то вспоминаю сиклана себе серьезно человек который живет 80 лет на который живет непонятно где и непонятно что есть непонятно и так далее и так далее и так далее я знаю что перед ней точно есть ответственность у нее точно есть нужна не такими на это просто как пример таких людей вообще не много которые еле сводят концы с концами благословить лучше как их узнать общаться общаться то есть еще раз смотрите вы можете увидеть например нормально одетая бабушка да вроде как бы все нормально вы не знаете как почему она нормально одета может быть кто-то жарился и подарил ей какую-то одежду да вы можете увидеть хорошо одетого человека но не факт что у него есть деньги на клетку серьезно просто можете быть удивлены и такое часто бывает иногда смотрят ну это любые с другой немножко сферы но все же там смотрят иногда на проповедника которые приезжают и думают что они богатые люди чтобы вы знали какой-то клеток проповедника ездить по таким цепям и так далее и так далее это очень непросто где-то кто-то что-то дарит но это ведь ну и что подарили человек умеет хранить потому что он как бы будьте мудрыми будьте мудрыми да у него одни штаны он их просто носит аккуратно уже 8 лет 12 или там скидки были какие-то например такие колоссальные да и получилось что-то дешево дорогую по дешевой цене это это что значит что он богатый нет вот он стал таким образом поэтому молитесь молитесь я не думаю что вы должны встись на эмоциональные призывы в этих вопросах такие знаете котеночка жалко птичку жалко вот поступайте по божьему суду поступайте так как оно действительно как Бог этого ожидает вот аминь аминь и так то есть неверному небогатому не давать предпочтений седьмой стих удаляйся от неправды и не уничтожай невинного и правого ибо я не оправдаю беззаконника и дальше дорог не принимай ибо дары святыми делом зрячих и превращают дело права речь идет о явлении известно как ябро все понятно да пришельца не обижай вы знаете душу пришельца потому что сами были пришельцами в земле египетской то что мы уже говорили закон любить и принимать иностранство хорошо то что мы говорили о последствии вот двадцать три пять если увидишь осла врага твоего упавшим в одношу свою то не оставляй его развлечь вместе с ним вот так можно поступать с врагом законы которые призывают ну принять врага и помогать ему да и некоторые думают что это перерогатива только нового завета любите а я говорю люби врагу вашей благословляй мы видим да что здесь явлено конкретное дело еврейское еврейские комментарии на это место говорят о том что если ты будешь так делать то очень скоро из этого врага он скажет я думал что да шанс очень большой это сослучено с новым заветом римяном двенадцатой главой семнадцатым двадцать первым стихом где написано никому не воздавайте злом за злом но бегите за добро перед всеми человеками если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми не мстите за себя возлюблены но дайте место к нему божию ибо написано мне отучение я вас дам твоего итак если враг твой голоден накорми его если жаждет напой его ибо делай себе не будь побежден злом но побеждать зло добром двенадцатая и хотя в торе это относилось только к еврейскому народу мы видим что Ишо применяет это не Ишо а апостол Шау применяет это понятие также к ней евреям послание именно вот расширяется то есть семнадцать двадцать один двенадцатой главы да это один из этических принципов современного иудаизма люби бога в человеке которого он сломал знаете да откуда 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 сломал которого он сломал мы понимаем что законы туры чрезвычайно важны для общества мы заботимся о состоянии общества и поэтому заботимся о законе да мы знаем что влияние запада это оказало на то чтобы церковь и государство были разделены и фактически это произвело в каком-то смысле разделение не просто на административную часть и религиозную но это начало разделять моральный закон этический закон писания с законами которые можем взять и все христиане законы бывают такие что никак не проладят никуда и мы понимаем что в идеале было бы хорошо чтобы государство не принимало законы которые противоречит закону божьему то же самое это касается израиля хотя мы видим что в последнее время это становится все труднее и труднее то есть многие законы они например отношения к тем же детям и так далее определенный гуманизм определенное учение оно оно нарушает писание аборты и так далее да то есть мы знаем что детей там не наказывают только там ругают ироничка и мы видим что когда оно было связано с государством когда гражданский закон был связан с религиозным законом могло существовать такое понятие как город убежища да то есть сейчас такого города не существует никакого понятия существует понятие уголовной административной ответственности которая может не иметь ничего общего как бы законы которые могут ничего не иметь общего списания произошло разделение но мы видим что изначально в Израиле Бог задумывал чтобы все эти вещи были совместимы мы знаем что те кто нарушал закон они могли убежать в городу бережище и когда наступала смерть первосвященника эта смерть служила искуплением всех их грехов и им прощали грехи то есть было нарушение конкретного закона да но смерть давала свободу хорошо мы поговорим с вами после перемены было сейчас с вами о это не это не это не Продолжение следует...